Девушки отдыхают Восемьсот человек для благоустройства родного края Благое дело оплачивается в пределах от 35 до 90 тысяч тенге Ваша кредо журналистов призывает воспитывать у населения антикоррупционное мировоззрение Выполнима лемиссия Ценовая политика в Каратальском районе находится под строгим контролем местной исполнительной власти Открыт специальный штаб и создана рабочая группа, занимающаяся мониторингом ценообразования в магазинах и торговых точках Аким района провел аналитико-разъяснительную работу с предпринимателем региона В Каратальском районе 433 магазина, 8 торговых центров, 5 рынков и ряд предприятий, производящих продукты первой необходимости С руководителями этих объектов местные власти обсудили дальнейшие планы по стабилизации и сдерживанию инфляционных процессов Сокращение рабочих мест, повышение цен на отечественные товары не будет, заявили предприниматели Наша продукция пользуется спросом, поэтому мне нужны также, я даю рабочие места На сегодняшний день я не собираюсь сокращать своих работников Мне на сегодняшний день нужны кондитера, нужны лепщицы, нужны трудовые единицы Я думаю, что этот кризис можно пережить, только не надо выходить с этой колеи Я думаю, что надо просто пользоваться льготами, которые нам предоставляют А льготы действительно имеются Предпринимателям предоставляются кредиты с низкой процентной ставкой по государственной программе еще с начала года Эта работа продолжается Наряду с этим в районе находят и другие, двусторонние, выгодные Как для предпринимателя, так и потребителя пути Уже скоро начнется строительство мясного павильона Предпринимателю уже предоставили земельный участок под будущий магазин Сейчас в рынке у него мясо берут по оптовой цене и продают по розничной А он будет продавать сам, из первых рук по доступной цене будет продавать Сейчас оформляются документы Рынок Дубай в этом году получил льготный кредит по программе Будет реконструкцию делать в своем рынке, он крытый рынок будет строить Сейчас с ними тоже переговоры ведем, чтобы там определить места для наших овощеводов Которые сами выращивают и сами, без посредника, из первых рук будут продавать свою продукцию Пока штаб и рабочая группа мониторят цены Рис подешевел, а сахара в магазинах вообще нет По словам продавцов, стоимость отечественных товаров осталась на прежнем уровне А вот некоторые импортные продукты сразу же подорожали Повысились только на 4 позиции Окорочка, крыло, голень и утиное филе Почему? Ну потому что идет за границей, с Россией, за границей, поэтому и поднялись цены А на остальное? На остальное все цены те же остались А ожидается повышение? От нас не зависит, не знаем У нас как все было дешево, так и есть Повышение не ожидаете? Ну нет, как видите, все дешево, так как было, так оно и осталось, что до, что после За ценами в торговых точках следят и сами жители Особых причин для беспокойства они не видят Прошли сейчас по нашим продовольственным магазинам В связи с связанным повышением цен Подорожанием курса доллара Цены не повышены, пока мы приобрели хлеб Приобрели тортики Наша служба работает Ситуация по ценам на товары первой необходимости В Каратальском районе стабильна Необоснованного повышения стоимости продуктов нет Под постоянным контролем цены и в Каратальском районе В регионе действует специальный штаб, который проводит мониторинг стоимости в первую очередь социально значимых товаров А это 33 наименования Стоит отметить, что в регионе с развитой промышленностью отраслью производится 12 из них Это мука и хлебобулочные изделия, яйцо, макароны, мясо, молочные продукции, овощи и фрукты Так что вся эта продукция реализуется по прежним ценам Всего же в Каратальском районе действует более 5200 торговых точек Сейчас члены штаба проверяют, указано ли и соответствуют ли действительности ценники в магазинах Пока нарушений не выявлено Также в районе действует и крупное фармацевтическое производство Келун Косфар Для них, как экспортного предприятия, по словам руководства, девальвация сыграла на руку Для внутреннего шепользования цены на лекарства остались прежними Страны СНГ, сейчас мы занимаемся регистрацией и продвижением товаров в страны СНГ Конечно, в эти страны у нас пойдет товар, будет подорожание цены Но на сегодняшний день мер по увеличению цены никаких принятых нами не было Все остается по прежнему, по прежней цене До конца года мы думаем, что отработаем Мы цены не поднимали, у нас цены какие были, такие и есть Но основная масса поставщиков цены не поднимает Есть некоторые моменты, кто-то поднимает цены, но мы стараемся не брать этот товар Потому что надеемся, что все наладится Один миллиард тенге по программе регионального финансирования Выделен в этом году в Алматинской области на поддержку предпринимательства На сегодня в ее рамках льготным кредитованием воспользовались уже более 20 жителей области Один из них – талдыкурганец Казбек Адамбаев, открывший не так давно цех по производству корпусной мебели Благодаря такой господдержке он смог закупить новое оборудование А это позволило значительно увеличить объем выпускаемой продукции Год назад Казбек Адамбаев остался без работы Однако вместо поисков вакансий начал производить корпусную мебель Дело пошло По программе регионального финансирования предприниматель получил кредит в 4 миллиона тенге под 6,5% На эти средства приобрел кромкооблицовочный станок Это позволило значительно повысить качество выпускаемой продукции Кроме того, дополнительный цех открыл перед предприятием новые перспективы У меня до этого было 3 человека на станке распиловочном Сейчас вот поставили станок по кромкооблицовочному Еще хотим человека 3 взять Туда стоят зарплаты изюмеченные 80 тысяч Средним охотиться Хотим расширяться, дай бог Новое здание, этот магазин хотим открыть по продаже мебели Уже в сентябре здесь планируют открыть еще один цех по сборке мебели Кстати, при ее изготовлении на предприятии используют только казахстанские материалы По словам Казбека Адамбаева, ДСП алматинского производства насчитывает сотню цветов И отличается хорошим качеством И самое главное, девальвация на цену отечественного продукта не повлияла Так что предприятие продолжает работу в прежнем режиме Первые дни, конечно, в шоком состоянии были Но сейчас вроде нормализуется Нас Россия, Китай не интересует только отечественного Мата Цены у нее подросли Алматы наши дилеры не повышали И по-прежнему работаем На сегодня государством предусмотрен целый ряд мер по поддержке предпринимателей Только в этом году областным бюджетом и фондом ДОМО Было выделено по 500 миллионов тенге на развитие, в первую очередь, дела на селе Более половины из этих средств уже освоены Данными кредитными ресурсами могут воспользоваться предприниматели 12 районов области Кроме крупных районов, расположенных вблизи Калматы На сегодняшний день 22 проекта банком уже рассмотрено на сумму более 600 миллионов тенге В основном это предприниматели Сарканского района и города Талдукурган Наименьший интерес к данной программе проявляют предприниматели Балхашского района, Раймбекского района и Уйбургского района Дина Буранбаева, Сейхат Хосейн, телеканал ЖТСУ Жасл Ель зовет молодежь на работу В Алматинской области формируется очередная трудовая дружина В целом сезоны работы, на которых были задействованы более 2000 студентов, завершены Однако из республиканского бюджета было выделено дополнительное финансирование И благое дело будет продолжено На месячную работу требуется 800 человек С сегодняшнего дня начинается прием заявлений Как обычно, бойцы штаба Жасл Ель будут задействованы на строительстве социальных объектов И заниматься благоустройством и озеленением края Мы проводим ярмарку вакансий для всех желающих трудиться над озеленением и благоустройством города И собираемся набрать еще 800 человек Еще на стройку 70 Зарплата хорошая 90 тысяч на стройплощадке Дружине Жасл Ель 35 тысяч тенге Другим темам акция «Дорога в школу» помогла еще одной толдокурганской семье К новому учебному году готовы теперь Максата Айнур Есмуратовы Все необходимое к школе ребятам подарил коллектив «Толдокурган Теплосервис» Это школьные костюмы, спортивная форма, опы, францы С полным запасом канцелярских принадлежностей Ребята выразили свою признательность благодетелям, пообещав, что оправдают все надежды, которые на них возлагают и будут старательно учиться Призывают спонсоры всех принять участие в благом деле и помочь хотя бы одному ребенку собраться в школу Я очень благодарен за оказанную помощь Времени до начала учебного года осталось совсем мало И мы очень переживали, что не успеем собраться в школу А тут такая помощь Спасибо огромное Ход подготовки к отопительному сезону сегодня стал главной темой совещания прошедшего под председательством первого заместителя Акимобласти Махабата Бегильдеева Не допустить форс-мажорных обстоятельств и капитально подготовиться к предстоящей зиме поручил зам Акимобласти ответственному ведомству Спрос будет строгий, предупредил Махабат Бегильдеев У теплоснабжающих предприятий было достаточно времени на подготовку к зиме В этом году к централизованному теплу будут подключены и жители Сарканского района В срочном порядке необходимо подготовить к зиме социальные объекты школы, больницы и детские сады Вместе с тем проследить, чтобы топливом в достаточном количестве были обеспечены в первую очередь отдаленные горные районы области Держать на контроле поручил зам Акима и обеспечение твердым топливом жителей частного сектора Продолжаем выпуск Департамент агентства Республики Казахстан по делам государственной службы противодействию коррупции по Алматинской области Призывает средства массовой информации к формированию антикоррупционного сознания казахстанцев Телевидение и газеты должны воспитывать у населения нетерпимость к вздаемству и подкупу должностных лиц Бороться с этим злом задача не только правоохранительных органов, это обязанность всего общества Поскольку коррупция может препятствовать экономическому росту и развитию всей страны, подчеркивает в антикоррупционном ведомстве Сейчас отделом профилактики снято 5, при поддержке управления внутренней политики Акима от области снято 5 видеороликов антикоррупционную тематику Сейчас планируется совместно с государственными органами организовать их трансляцию в автобусах на LED-мониторах Оно уже транслируется, эти ролики транслируются на главной площади города И планируем таким же образом их трансляцию провести и в кинотеатре в Сити Плюс в кинозале перед производством показов художественных фильмов Сегодня во дворце языков прошел круглый стол, на котором рассматривались задачи последовательной реализации пяти реформ И пути достижения целей, поставленных главой государства в плане нации Во время встречи ответственный секретарь Министерства культуры и спорта Республики Казахстан Куаджан Уалиев отметил, что программа планации «100 конкретных шагов» является новым витком развития нашей страны Главный акцент был поставлен на обсуждение четвертого направления программы «Идентичность и единство» Он также отметил, что в рамках этого направления начинается разработка масштабного проекта Ассамблей народа Казахстана «Большая страна – большая семья» Стоит отметить, что во время круглого стола активное участие приняли члены областной ассамблеи, Совета старейшин и ветеранов, молодежных объединений и представители местных исполнительных органов Далее о событиях в мире в блоке международных новостей В Японии ликвидируют последствия тайфуна Гони Он ударил по южным островам, в том числе по Окинави На улицах повсюду разбитые светофоры, сорванные рекламные щиты, поваленные деревья, перевернутые машины Движение автомобилей во многих районах парализовано На острове Кюсю из-за многочисленных обрывов проводов без света остались более 500 тысяч домов Накануне тайфун Гони достиг берегов российского Приморья В регионе идут ливневые дожди Штормовой ветер достигает 40 километров в час И это при том, что он утратил свою силу А на Черноморском побережье Грузии борются с последствиями сильнейших дождей Затоплены улицы в Батуми и Поти, пострадали сотни домов Первые этажи покрыты слоем воды высотой в 30-40 сантиметров Из-за удара молнии в одну из подстанций без электричества остались несколько районов Поти Нарушено движение общественного транспорта В связи с лесными пожарами режим ЧАЭС действует за Байкальском крае Иркутской области Республиках Тува и Хакасии Российской Федерации Наиболее сложная обстановка по-прежнему в Бурятии Там, несмотря на все усилия спасателей, в огне почти 140 тысяч гектаров леса Огонь в республике тушат более 8 тысяч человек На помощь им накануне прибыл сводный аэромобильный отряд Вместе с тем местные власти заявляют, что большинство возгораний возникает по вине людей Обзор подготовлен по материалам интернет-ресурсов Новости республики продолжают выпуск об основных событиях в стране Расскажет Асем Кощегулова Цены на автомобили в Казахстане не повысятся ни на новые, ни на поддержанные Об этом на площадке службы центральной коммуникации заявил президент ассоциации Каза Автобизнес Андрей Лаврентьев По его словам, на поддержку отечественного автопрома по госпрограмме Выделили 15 миллиардов тенге для льготного кредитования граждан Еще 10 миллиардов направят на его продолжение Руководитель ассоциации Каза Автобизнес отметил, что больше людей в последнее время делают выбор в пользу новых машин Также отмечено, что к 2017 году казахстанские заводы по сборке автомобилей Должны довести долю собственного производства до 30% Это повысит конкурентоспособность отечественных авто и освободит отрасль от долларовой зависимости Казахстанский космонавт Айдена Имбетова готовится к полету в космос Он запланирован на 2 сентября Сейчас идут предполетные подготовки, в том числе традиционные ритуалы Например, посадка саженцев на аллее космонавтов Сегодня там появились именные деревья Айдена Имбетова и первого датского астронавта Андреса Могинсона Во время короткого общения с прессой иностранные космонавты поделились своими первыми впечатлениями от знакомства с национальной кухней К слову, впервые на околоземной орбите будет накрыт казахский дастархан Айдена Имбетов берет с собой на МКС Каза, Бешпармак и Кумыс Все продукты прошли специальную обработку В Алматы прошел парад оркестров Это традиционный для города фестиваль музыкальных коллективов под открытым небом В этом году он дал старт праздничным мероприятиям, посвященных Дню города В первый день музыкального праздника звучали любимые песни советских лет Люди старшего поколения признавались, что эта музыка вызывает у них ностальгию по тем далеким временам Когда они молодые и счастливые кружились на танцплощадках в волшебном вальсе Здесь особая аура говорили пришедшие на площадь у дворца республики алматинцы На сцене исполнялись в теме любимые композиции, хиты советских времен Но открыли праздник, конечно же, песни об Алматы Обзор подготовлен по материалам интернет-ресурсов Это была последняя информация на сегодня Оставайтесь на нашем телеканале Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok